Друзья, всем привет, на связи Максим Петров, я рад вас приветствовать на канале MaxCapital. Сегодняшнее видео, оно посвящено тому, что все же в поисках какой-то чаши священного грааля, что есть какая-то универсальная стратегия, кто-то это обзывает там дивидендные аристократы forever, все там хорошо и не парьтесь, кто-то говорит покупайте просто индексные фонды, будет вам счастье, кто-то говорит о том, что есть всесезонные портфели, это универсальное средство, просто покупайте индексные фонды и регулярно ребалансируйте. Мне как человеку неравнодушному, как всей этой индустрии, хочется ответить, наверное, очень простой вещью и донести эту вещь до вас. Существует ли универсальная какая-то стратегия, которую можно непосредственно применять? Использую ли я такую стратегию? Есть ли она? Если есть, то что это за стратегия? Если нет, то опять-таки почему ее нет и быть не может, быть не может априори? Смотрите обязательно данное видео до конца, потому что я думаю, что это может быть большим вкладом в принципе, то есть изменить точку зрения на поиск вот этого чаши священного граиля. Может быть она где-то и есть, но пока что я, наверное, до нее не добрался, и все стратегии, которые я видел, обладают определенными плюсами и минусами. И суть заключается в том, что, как правило, очень много говорят о плюсах, мало кто говорит о минусах, а вот эти вот дьявол кроется в деталях, да, то есть вот в этих минусах. Друзья, давайте начнем с того, что есть такое понятие некий всесезонный портфель от Рея Далио. Я вообще за Реем Далио слежу достаточно давно, я прочитал книжку его, принципы очень она мне отозвалась, мало того, когда я ее читал, у меня было такое ощущение, что человек это писал полностью с меня. Абсолютно все ошибки, все выводы, которые были сделаны, я лично прошел, я сам пережил. И здесь можно говорить о том, что есть некие элементы универсальности в портфеле, но что здесь нужно понимать, период, когда формировался портфель, концепция, которая непосредственно возникла, некого такого всесезонного портфеля, она возникла в период, который характеризовался одновременно двумя факторами. То есть первый фактор, это с 80-х годов 20-го века началась так называемая глобализация. Период, когда ставка господином Киссингером была сделана на Китай, они очень хорошо в этот момент подружились с Китайцами и Соединенные Штаты Америки, в то время, как отношения с Советским Союзом у Китары стали охлаждаться. И началась вот эта эпоха глобальной, так прозвучит, глобальной глобализации. То есть что такое глобализация? Это период, когда происходила мировая кооперация, когда условно производство физических товаров выносилось из развитых стран в развивающиеся страны. И причиной тому были низкие сдержки. Потому что условно для того, чтобы произвести какую-то единицу товара, любого товара, да, в Соединенных Штатах Америки надо было заплатить зарплату там 500 тысяч долларов работнику, да, а в Америке работник низкоквалифицированный, да, то есть эту работу сделал бы не один работник, то есть, конечно же, работник китайский, работник американский высококвалифицированный, они не равнялись по своей производительности друг другу. Но условно можно было нанять пять китайцев, да, которые ручками будут собирать там за 10 долларов в месяц. И поэтому получалось, что снижались издержки, издержки производства, которые перевозились, переводились в развивающиеся экономики. Это была Латинская Америка, Китай, Юго-Восточная Азия. И не только Китай, то есть там, соответственно, и Сингапур развивался, и Тайвань развивался, и Малайзия, Филиппины, Вьетнам, да, то есть вот это вот развитие постепенно шло. А если вы товар продаете по одной и той же цене, получалось, как в неком известной рекламе, если не видна разница, то зачем платить больше? И здесь была история в том, что если не видны разницы, товар, произведенный в Китае или в Америке по своим потребительским характеристикам был идентичен, потому что качество производства контролировалось непосредственно глобальными корпорациями, но при этом у тебя себестоимость производства этого же товара снижалась там в 10 раз, то у тебя прибыль росла. Если росла прибыль, росла вся экономика, то есть условно богатство мировое росло. И из-за того, что производилось больше товаров по низкой себестоимости, и можно было увеличить количество производимых товаров, не происходила глобальной инфляции. Мы уже говорили про инфляцию, да, что причиной инфляции является, когда печатают денежные знаки или снижают процентные ставки, чтобы экономика лучше работала. Инфляция начинается тогда, когда у вас увеличивается денежная масса, увеличивается скорость ее обращения, и увеличение денежной массы, то есть количество денег в экономике увеличивается, а товаров больше не производится. Как раз глобализация привела к тому, что даже несмотря на то, что у вас увеличилась денежная масса, и в первую очередь долларовая денежная масса увеличилась, у вас глобализация приводила к тому, что у вас увеличилось и количество товара. Поэтому глобальная инфляция была не такой высокой. Находясь в период постоянно падающих процентных ставок с 80-х годов, процентные ставки в Америке с 20% упали до 0,5%, потому что это компенсируется производимыми товарами на территории развивающихся экономик. Когда вы находитесь в ситуации, что у вас издержки снижаются, экономика растет, вы печатаете деньги, но все эти напечатанные деньги потребляются населением, причем этот спрос удовлетворяется новыми товарами, которые вы производите, потому что у вас издержки снизились, вы можете больше элементарно произвести за ту же сумму издержек, то в этом случае вы и значительной инфляции не получаете, инфляционной спирали не получаете. И в этот период вы можете постоянно снижать процентную ставку. А когда у вас снижается процентная ставка, у вас снижается стоимость потребительского кредитования, автокредитования, стоимости кредитных карт, стоимости ипотеки. То есть у вас стоимость денег в экономике все время падает, 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 падает. И тогда люди покупают акции, покупают недвижимость, покупают облигации, потому что раньше облигации давали более высокую доходность, и поэтому у вас спрос на облигации получается. И тогда всесезонный портфель, который по сути что должен включать? Он должен включать акции, он должен включать облигации, причем облигации с фиксированным купоном и плавающим купоном, он должен включать недвижимость, он должен включать сырьевые товары. Сырье у вас растет, потому что растет экономика, недвижимость у вас растет, потому что растет экономика, у людей растут располагаемые доходы и ставки по ипотеке низкие. Фондовый рынок у вас растет, потому что растет рентабельность бизнеса из-за того, что издержки падают. Облигации у вас растут, потому что у вас облигация выпущенная 10 лет назад, ставка купона по ним была 20%, а через 20 лет у вас ставка в экономике 0,5%. И поэтому, если вы 20 лет назад купили облигации с 20 доходностью, естественно у вас эти облигации выросли в цене. У вас есть актив, который купонный доход имеет 20%, и вы его не по 100% от номинала покупать, а за 300-400. И облигации поэтому дали кратную доходность. И тогда что там сложного? Делай ребалансировку себе и делай, но у вас все растет, все в восходящем тренде. И если сейчас посмотреть на то, что происходит в настоящий момент, у нас Китай начинает конфликтовать с Соединенными Штатами Америки, мир начинает расползаться на какие-то регионы, сферы влияния, а это все в свою очередь приведет к чему? К тому, что вот это вот плюс глобализации, снижение сдержек, он улетучивается. Что сейчас вынуждены будут производить процессоры, например, не на Тайване, а в Соединенных Штатах Америки. Что сейчас китайцы не будут покупать Boeing и Airbus в Европе, но если прям вообще уж такая жесткая конфронтация будет, они вынуждены будут свои собственные самолеты строить. Да, потребка операции приводила к тому, что Boeing и Airbus оптимальное соотношение было цена-качество. И какие-то комплектующие даже из России шли. Двигатели из Америки, сборочное производство там крылья в Германии где-нибудь. Вот она глобальная цепочка поставок и глобализация. А сейчас получается, что закроются все в своих маленьких регионах и каждый будет производить свои самолеты, свои автомобили, свои компьютеры, свои чипы. Мы говорим про то, что причиной эффективной работы всесезонного портфеля была глобализация и постоянно падающие процентные ставки, которые приводили к росту всех классов активов. В текущих условиях, если использовать этот инструментарий, нужно понимать, что должны по-прежнему работать в условиях, при которых такой портфель был эффективным. А если мы понимаем, что эти правила ломаются и эти условия прекращаются, то будет что-то другое. Это была история, когда была глобализация и за счет глобализации происходило снижение издержек. То есть получается издержки на производство падают, потому что условно ты производишь там компьютер, например, в Америке и чтобы тебе производить компьютер в Америке, а там высокий уровень потребления, там высокие зарплаты нужно платить. И ты в итоге говоришь, а зачем мне компьютеры в Америке производить, да, и платить зарплату там тысячу долларов в месяц. Когда я могу производить те же самые компьютеры в Китае, где зарплата 100 долларов. Соответственно у меня себестоимость производства компьютера будет там в три раза дешевле, я потом со всеми издержками логистическими привезу в Америку и этот компьютер продам. И получается у тебя издержки снижаются, производительность труда растет, производительность экономики растет, экономика растет высокими темпами. В этот период из-за того, что это носит массовый характер, ты можешь постоянно снижать процентную ставку, а когда ты процентную ставку стоимость денег постоянно снижаешь, у тебя растет все, у тебя растет нефть, у тебя растет золото, у тебя растет недвижимость, у тебя растет фондовый рынок, у тебя вообще все растет. У тебя единственное, что не растет, это облигации, у которых доходность привязана к инфляции. Вот единственное, что у тебя не растет и постоянно падает, потому что процентная ставка снижается. Но если мы понимаем, что сейчас глобализация прекращается и будет расти себестоимость производства, то есть издержки будут расти, то вся эта история разворачивается на 180 градусов. У тебя получается, что единственное, на чем ты можешь заработать, ты можешь заработать на облигациях, привязанных к инфляции, больше всего, наверное, и каких-то проинфляционных инструментах на золоте, материалах, на сырье каком-то. И поэтому, когда мне говорят, есть ли универсальная стратегия, я считаю, что нет универсальной стратегии. Но, опять-таки, я могу здесь очень просто ответить, у тебя есть универсальная женщина для мужчины или нет? Или есть универсальный мужчина для женщины? То есть все улыбаются и говорят, ну нет, конечно же, это же так много тут вводных должно быть, и это же надо же по характеру подойти, это же там притереться, прижиться надо. Я говорю, ребят, стратегия то же самое. Если вы считаете, что придет Максим и скажет вам, вот эта вот стратегия, она универсальная, и делай так, и будет тебе хорошо, но это все равно, чтобы прийти и сказать, что вот мужчину, которого ты должна искать, это в возрасте там от 30 до 35, потому что он уже намерно нормально зарабатывает, рост у него там должен быть 173, я не знаю, волосы белые, глаза голубые. Считайте, на меня смотрите, условно говорю, но получается вообще может быть абсолютно не то, не так и не там, потому что просто девушка, которая мне задает этот вопрос, ей может быть возраст 18 лет, а может быть возраст 45 лет. И я вроде бы дал какое-то универсальное решение, знаете, там есть универсальный образ там славянского мужчины, как выглядит, вот такого вот ищи, и это тоже вот о чем нужно думать, что нужно непосредственно понимать. Сложного там на самом деле ничего нет, просто вот вот эти вот ключевые параметры, они заложены, много книг по этому поводу написано. Ну самое, самое простое, что можно посоветовать, во-первых, Джона Богла не верьте цифрам, раз прочитать, прочитать принципы Рея Далио, по каким принципам он формирует инвестиционный портфель. Порекомендую, может быть, прочитать Тони Роббинса Деньги мастера игры. Там как бы уже все изложено, 20 человек самых успешных инвесторов опросил в истории американского рынка ценных бумаг. Если бы вы не смогли своим наследникам передать деньги, какие бы вы оставили им советы? 20 человек опросил, 20 разных абсолютно советов, абсолютно разных. Почему вы думаете, что придет Максим Петров и даст какой-то универсальный ответ на этот вопрос? Есть два варианта. Первое, пытаться это предугадать и на этом сыграть, но это тогда мат ожидания получается идет. То мой опыт и моя практика показывают, что это невозможно. То есть, если угадаешь заработаешь, если не угадаешь потеряешь. Вопрос, зачем мне играть в угадайку, когда я просто возьму активы, которые в принципе будут друг друга компенсировать. То есть, это называется у профессионалов отрицательная корреляция. То есть, один, если актив растет, то другой актив падает. Всегда. Ну, то есть, есть такая корреляция, я уже приводил пример. Условно, есть нефтяная компания «Лукойл», есть авиаперевозчик «Аэрофлот». Если цена на нефть растет, значит нефтяная компания зарабатывает больше, значит прибыль у нее растет, значит заплатит больше дивидендов, значит вырастет стоимость на бензин, на авиакеросин, вырастет топливо у «Аэрофлота», а у него себестоимость там топлива в его операционной деятельности процентов 60. Хорошо. Соответственно, если у него увеличивается себестоимость перевозки и он не меняет цены, то в этом случае у него чистая прибыль падает. У него меньше денег направят на инвестиции, у него не хватает денег для того, чтобы обслуживать лизинговые платежи, он дополнительно начинает увеличивать долг или дополнительную миссию акций проводить, размывая долю акционеров. И, соответственно, он в любом случае будет падать. То есть, если у меня в портфеле акций и «Лукойла» и «Аэрофлота», то у меня получается есть компенсирующий механизм. Кто-то скажет, но в итоге ты будешь около нуля находиться. Нет. Потому что и тот, и тот тем или иным образом будут выплачивать дивиденды. Кто-то, когда ему хорошо «Лукойлу», он заработал больше, заплатит больше дивидендов, я на эти дивиденды могу купить упавшие в это время акции «Аэрофлота». Упадет цена на нефть, все по-другому будет. У «Аэрофлота» снизится себестоимость, соответственно, у него все будет хорошо, он вырастет, а я за дивиденды высокие «Лукойла» его купил, когда он дешево стоил. Соответственно, он выплатит мне хорошие дивиденды, я эти дивиденды направлю на покупку «Лукойла». И вот они у меня компенсируются, люди же смотрят просто на цену актива, а я говорю, ты покупаешь актив с денежным потоком. И получается, что вот в этот период, как раз-таки, ты можешь часть акций «Лукойла» продать, ты можешь дивиденды получить, и этот денежный поток направит на упавшие акции «Аэрофлота». Все, и тогда у тебя вот этот компенсационный механизм есть. И здесь просто разобраться, какие компании, какие активы друг друга компенсируют, друг друга уравновешивают. Ну вот и все. Идеальный вариант, я говорю, вот у меня есть проект, там детям делаю, миллион за восемь, там как раз-таки отлично эта история показывает. Мы прошли уже с восемнадцатого года ковид-кризис 2020 года, мы прошли кризис с 2022 года, когда фондовый рынок российский там падал и приостанавливали торги. Ничего, восстановились. Почему восстановились? Потому что активы с отрицательной корреляцией. Опять-таки, по итогам 2023 года 70% доходность портфеля, в то время как, например, доходность рынка там в районе 40-43% находится. Друзья, если хотите присоединиться, узнать об этом более подробно, у нас в описании к данному видео находится ссылка, бесплатный абсолютно мастер-класс. Посмотрите, каким образом это работает. Возможно, вам это действительно может быть отличным решением с позиции затрат времени, потому что люди же думают, что если они больше будут уделять времени, они больше заработают на рынке ценных бумаг. Но можно оставаться на самом деле при этом мнении. Я здесь переубеждать никого не собираюсь, просто мой опыт с 2005 года говорит о том, что это ошибочное мнение. Если вам хочется более аргументированной позиции, тогда есть книжка Насима Талеба, черный лебедь под знаком непредсказуемости. Там все разложено по полочкам, почему это все-таки заблуждение и не является истиной. Нужно становиться антихрупким, нужно становиться в стан среднестана, переезжать в страну среднестан. Можем сделать с вами это вместе, все возможности у вас для этого есть. Например, есть компании, которые занимаются добычей газа, есть компании, которые занимаются электрогенерацией. То есть, если получается цена газа растет, компании, которые занимаются добычей газа, для них хорошо, потому что основной продукт, который они добывают, они продают дороже. У них рентабельность маржа увеличивается, они зарабатывают больше. Но здесь, наверное, Россия не самый лучший пример может являться, потому что в России регулируются тарифами. Но если мы говорим о рыночном регулировании, то получается, цена на газ выросла, компании газовые зарабатывают хорошо. Кто использует газ? Газ могут использовать различные компании, то есть могут использовать компании электрогенерации, то есть, соответственно, газ сжигают, пар вращает турбину, вырабатывают электроэнергию. Сколько они сжигали газа, столько продолжают сжигать. Цена на газ выросла, себестоимость выросла. Если они не могут эти затраты переложить на потребителя, то, соответственно, энергетика будет убыточна в этом случае. Например, тот же самый можно служить Европа, например, сейчас. То есть, цены на газ в Европе выросли, начинает, соответственно, расти цена электроэнергии. Народ начинает возмущаться. Энергетические компании говорят, ребят, к нам какой вопрос. У нас мы, как бы, сколько сжигали газа, столько и сжигаем. Поэтому, ну, переложили на вас, мы столько платить не можем. Государство начинает компенсировать. Но, опять-таки, если бы государства не было, то энергетическим компаниям пришлось бы быть тяжело, потому что цены высокие, потребитель будет говорить, а я платить не буду. И тогда опять вопрос судебной издержки, взыскания, каким образом это осуществляется, это все равно издержки. И тогда получается, что компания чувствует себя хуже. Опять же, если про газ, то есть газ как сырье, на которое зарабатывает добывающая компания, у нас есть производители полиэтилена, например, который, опять-таки, из газа делается. У них сырье выросло, соответственно, они, если не могут переложить эти издержки на конечного потребителя, то в этом случае производители, ну, все, где является газ источником сырья, увеличивает издержки производства. Соответственно, где в компаниях, в которых он используется, как сырьевой элемент, то они, соответственно, теряют цены. Если вы купили два этих класса активов, и добытчиков газа, и переработчиков газа, то у них, соответственно, отрицательная корреляция. Этим хорошо, когда цена высокая, этим плохо. Этим много заработали, выплатили дивиденды или увеличилась капитализация, часть продали, докупили вот эти, которые упали в цене. Рынок все равно придет к среднему. То есть придут куча народу в Америке, например, подкрывают там буровые платформы, начнут бурить газ, потому что он дорого стоит, увеличится предложение газа, цена упадет, у этих все будет хорошо, у них себестоимость очень сильно снизится. В этот момент можно сделать обратную ребалансировку. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok